Здравствуйте, друзья! Представляю свою свежую книгу, только что вышедшую. Вот такой объемный том с говорящим названием, который многим уже знакомо. Кто читал мои предшествующие книги, все они вошли сюда в новой редакции. Именно эта серия «Тень беса». Три книги вышло небольшими тиражами. И эта книга тоже выходит небольшим тиражом, 100 штук, но это уже интегральный труд. Он и называется «Тень беса» – «Опус финалис». Такой вот латинский подзаголовок говорит о том, что это завершение труда, это отредактированные прежние тексты, что-то из них выброшено, что-то добавлено. Каждая из глав, по сути дела, является отдельной книгой. И таких глав пять. Каждая глава имеет также латинизированное название. Первая глава – это «Талм-Юдум». То есть здесь и «Талмуд», и «Юдум». Эта глава посвящена иудаизму, талмудическому иудаизму и иеронистическим учениям. Я взял для того, чтобы написать эту главу, не какие-то тексты из интернета, а сложный и многостраничный труд Иоганна Андреаса Эйзенменгера, который в 1700 году издал книгу «Разоблаченный иудаизм» в двух томах, каждый том по тысяче страниц. И эта книга осталась для современного читателя абсолютно неизвестной, потому что только фрагментами она переиздавалась до конца XIX века. Целиком не издавалась никогда. Я эту книгу перевел по двум изданиям XIX века. Один том на английском языке был, другой на немецком языке. Самое важное, что Эйзенменгер пользовался источниками, которые сегодня абсолютно недоступны. Если вы читаете какие-то выдержки из Талмуда в сетях сегодняшних, найти эти цитаты несложно, подборки довольно стандартные, то вы рискуете ошибиться, потому что вы не знаете наверняка, действительно ли в Талмуде есть такие строки, и действительно ли современные издания Талмуда соответствуют тем аутентичным, которые не были исправлены под давлением времени, под давлением христианских властей, когда они еще были христианские. И вот этот источник для меня является наиболее фундаментальным, тем более, что я этот источник тщательно исследовал, наверное, был первым русским исследователем этой книги Эйзенменгера. И еще одна книга отечественного автора, тоже конца XIX века, которая тоже посвящена разбору Талмуда. Вот второй источник, гораздо более компактный, гораздо более простой и в чем-то даже несколько примитивный. И вот по этим двум источникам я написал первую главу. Вторая глава называется Евро-Ют. Это означает, что здесь исследуется история еврейства, иудаизма в Европе. По крайней мере, до конца XIX века то и другое, иудаизм и еврейство, это было почти одно и то же. К нашим годам, конечно, прошли большие изменения, и подавляющее большинство евреев перестало быть иудеями, даже если себя таковыми провозглашают. Но самое важное не это, самая важная ирадиация иудаизма, то есть воздействие соответствующего мировоззрения на европейскую культуру и возникновение такого явления, которое я назвал, в отличие от талмудизма, то есть исследования талмудическому учению, талмудаизмом. Талмудаизм, то есть некое мировоззренческое искажение, которое связано с отступлением от истины христианства, куда бы ни отступали от этой истины, всегда попадают в тезис иудаизма, всегда основываются на них, хотя, может быть, об этом и не подозревают. Любое отступление от православия – это шаг к иудаизму. Проверено многократно на всяких там языческих, псевдоязыческих, псевдородноверческих и так далее разнообразных группировках. Все они иудаизированы или пришли в состояние талмудаизма. Третья глава называется «Юда-Рус», то есть история иудаизма на Руси. Здесь надо отметить, что евреи в истории России не играли никакой роли вплоть до XIX века, и в XIX веке влияние еврейства на русское государство было минимальным. И еврейский нигилизм приобрел самые масштабные формы лишь вместе с внедрением марксизма, большевизма, левых, либеральных идей. Все, что касалось антигосударственной деятельности, как раз и подхватило еврейскую общественность и повело ее против русского государства, а значит и против русского народа. Естественно, здесь о большевистской партии, такой подраздел «Еврейская партия большевиков» и некий опыт современной России, достаточно компактно изложенный по двум конкретным эпизодам. Их могло бы быть больше, если бы книга могла иметь больший объем. Ну вот она имеет объем 600 страниц, плотного такого текста. Мне пришлось убрать практически все иллюстрации. Ну, некоторые иллюстрации сохранились, тем не менее, большую часть пришлось удалить, чтобы уложиться в 600 страниц, иначе невозможно было бы сшить такой объемный том или сшивка оказалась бы очень дорогой, и книга была бы недоступна для... Ее можно купить у меня или у распространителей, которые покупают у меня от десятка и больше. Ну вот стоимость этой книги примерно соответствует тому, какова стоимость аналогичных книг, аналогичного объема, аналогичного качества в официальных магазинах. Я не имею возможности подобную книгу разместить где-то в магазине, потому что тема такая, зачем же рисковать, зачем подставляться, как говорят. Ну вот я всю жизнь подставляюсь и отстаиваю свою правду как научную истину. Здесь применяется только научный подход, никаких абстрактных суждений, не основанных ни на чем, я не допускаю, и вообще против того, чтобы такие вещи были возможны. Вот то, что называется антисемитизмом в социальных сетях, различные такие публикации, или скорее реплики, как это еще называется, язык ненависти, это совершенно излишнее, потому что это только мутит сознание, не продвигая к истине, к правде. Текст довольно объемный, он должен ссылаться на какие-то конкретные события, или на литературу, к которой можно испытывать доверие, на фактуру, которая либо общеизвестна, либо известна лично мне, если это лично мой опыт. Четвертая глава называется «Еюдеорум когнито», то есть познание еврейства. Здесь речь об антропологии, как физической, так и культурной. Достаточно конспективные материалы, надо сказать, потому что, конечно, для того, чтобы антропологический подход представить во всей его широте, требуются более объемные тексты. Тем не менее, для тех, кто готов коснуться этой темы до некоторой степени поверхностно, этого текста будет достаточно в связи с предложенной темой. И, наконец, последняя, пятая глава, называется «Холокостер». Она посвящена такой острой теме, которая очень сильно волнует еврейство, а всем остальным почему-то обсуждение этой темы представляется запретным. Я пытаюсь преодолеть этот запрет, в том числе и исчисление потерь геноцида, евреев в течение Второй мировой войны. Запрет на обсуждение для европейских авторов отсутствует, хотя тоже есть преследование. Если ты сомневаешься в каких-то запредельных цифрах, значит, ты подлежишь изгнанию из ученого сообщества и находишься под запретом в средствах массовой информации. Но мне терять нечего, я уже давно отовсюду изгнан, поэтому я занимаюсь своим индивидуальным научным творчеством. И здесь тоже собственные подходы я применяю, но никогда не выхожу за рамки научного подхода. То есть я нигде, ни в одном месте этой книги не фантазирую. Я могу представлять какие-то гипотезы, но тогда я говорю, что это мое предположение, это гипотеза. А в целом книга является научным трудом, вот она такого большого формата. Тема серьезная, поэтому и объем достаточно большой. У меня вы сможете заказать эту книгу, написав мне по электронному адресу, который высвечивается здесь внизу видеоролика. И два слова скажу о книге, которую я хочу издать в ближайшее время. Она посвящена совершенно другому направлению и совершенно иная по стилю. Это книга о древнеримских императорах. Я пытаюсь отмыть их биографии от клеветы, которая общеизвестна по кинематографу, начиная с Юлия Цезаря. Почему-то республиканский Рим считается прямо замечательным государством, а имперский Рим – это что-то такое совершенно непотребное, над чем можно хихикать, глумиться, издеваться, выдумывать всякие мерзости. Не только 12 первых римских императоров, о которых написал Светоний, собрав все сплетни, которые он мог только найти в архиве, всякие там доносы, он это сколлекционировал, и вот с тех древних времен, считается раз источник древний, значит, он и правдив. Это не так. И я написал книгу под названием «Антисветоний», где не то чтобы я разоблачал самого Светония, но я написал другую биографию или другие биографии римских императоров, но охватив не 12 первых императоров, а 54 императора периода Принципата. И особенностью этой книги будет публикация реконструкции внешности самих императоров и некоторых из тех, кто были им близки, их супруг, их соратников. Одни реконструкции сделаны мной достаточно примитивным образом, путем подрисовывания глаз, устранения царапин, фотографии с скульптурными изображениями, а другие являются копиями современных реконструкций, визуальных реконструкций, которые требуют определенного искусства. Я иссылаюсь на автора многих из реконструкций, которые представляю. То есть каждому из этих императоров соответствует хорошего качества портрет, как будто сделана фотография с натуры. И это очень оживляет повествование. Я думаю, что всем, кто интересуется древней историей и просто уроками истории, эта книга будет интересна, она будет компактной, не то что вот этот огромный том, который я вам показал. Естественно, и стоит будет дешевле. В ближайшее время эту книгу, как только я ее издам, я думаю, к середине лета я представлю. Что касается моего присутствия в видеоформате, то я не собираюсь к нему возвращаться, не собираюсь давать повседневных комментариев. Может быть, когда-то я и вернусь к этому формату, но пока я остановлюсь на презентации тех книг, которые выходят, и тех событий, которые связаны именно с выходом этих книг. Слава Руси, Господи, спаси.